Это проект «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурналы интересных, удивительных, познавательных и смешанных историй. В одной из своих прошлых программ я рассказывал о традиционной русской смекалке. Привел несколько простых бытовых примеров. В сегодняшнем выпуске собраны в основном истории о забугорной сообразительности и догадливости. Послушайте их и подумайте, какие человеческие качества лежат в их основе. У меня есть предложение к зрителям старшего и среднего поколения, потому что к младшему бесполезно по этому поводу обращаться. Поднимите руки те, кто в детстве собирал почтовые марки. В мои школьные годы, в моем классе их собирал каждый второй мальчишка. Тех, кого совсем не интересует тема почтовых марок, могу заинтриговать шкурным денежным вопросом. Знаете ли вы, сколько стоит самая дорогая марка в мире и как она называется? Вот она, самая редкая на Земле. Называется «Святой Грааль». На ней изображен президент США Бенджамин Франклин. Таких марок в мире всего две штуки. Номинал всего один цент, а стоимость ее бесцена. А если точнее, то десятки миллионов зеленых американских бумажек за одну штуку. А вот еще один почтовый раритет. Первая официальная марка в истории человечества – черный пенни с изображением королевы Виктории. Ее стоимость может достигать пары миллионов долларов. Пожалуй, это самый известный почтовый знак. История его появления связана с одной не очень хорошей национальной чертой одного очень скупого народа. Какой народ у нас самый жадный и меркантильный? Я уже предвижу ваши возможные ответы, но дабы не разжигать межнациональную рознь, то сообщу, что чемпионами мира по скупердяйству и крохоборству являются барабанная дробь и войволынок шотландцы. Вы удивлены? Да-да, именно шотландцы отличаются прижимистым расчетом во всех делах. На эту тему в англоязычном мире огромное количество шуток и анекдотов. Приведу несколько из них. Первый анекдот. Вопрос. Вы знаете, кто изобрел медную проволоку? Ответ. Ее произвели двое шотландцев, которые делили между собой медную монету Пенни. Второй анекдот. В шотландской тюрьме один заключенный спрашивает у другого. Тебя за что посадили? Да я в ювелирном магазине разбил кирпичом витрину и забрал все драгоценности. А, и тебя, наверное, взяли с поличным на месте преступления? Нет, меня повязали на следующий день, когда я пришел забирать кирпич. А вот анекдот, который высмеивает реакцию шотландцев на анекдоты про них самих. Письмо в редакцию газеты. Если вы не перестанете печатать анекдоты про шотландцев, то я перестану одалживать вашу газету у соседа. И последняя шутка, которая как нельзя лучше подходит к теме моего рассказа про возникновение марки черной пенни. Шотландец делится радостью со своим знакомым. Представляете, вчера я получил письмо от брата из Австралии. Первое письмо за 20 лет. Ну и что же он там пишет? Не знаю. На письме не было марки, а доплачивать я не стал. Вы знаете, подобные анекдоты ведь не на пустом месте рождаются. Как вы думаете, что это за каракули такие? Это так называемое перекрестное письмо, очень популярное в Шотландии в 19 веке. Такая необычная техника письма предназначена для экономии бумаги. А в анекдоте про письмо без марки нет вообще никакой шутки. Это истинная правда. Все дело в том, что в Британской империи в первой половине 19 века письма оплачивали получатели. И прижимистые шотландцы, применив традиционную скупую смекалку, во все этим пользовались. И извлекали из этого маленькую выгоду. Знаете, что они делали? Предположим, некий человек по фамилии МакГрегор из Лондона отправлял в город Глазго письмо своей матушке. Напоминаю, письмо с оплатой получателям. На месте получения почтальон пытался вручить миссис МакГрегор конверт, но та всячески отказывалась. Почтальон проявлял настойчивость и красноречие. Но все было тщетно. Суровая женщина напрочь не желала брать в руки письмо от единственного сына. В итоге почтальон пожимал плечами и уходил, а невскрытый конверт возвращался обратно отправителю в Лондон. Ну вот прямо как в том анекдоте про письмо из Австралии. Знаете, в чем тут хитрый ход и где тут маленькая шотландская выгода? Она скрывается в том, что мистер МакГрегор таким вот бесплатным способом сигналил своей матери, что он жив, здоров, чего ей желает. А она, не написав ни строчки в ответ и не потратив ни единого пенни, сообщала ему, что у нее тоже все хорошо. Такой метод получения информации был тогда очень популярен во всей Шотландии. Вот вы мне скажите, какой еще жадный народ, о котором вы подумали в начале моего рассказа, способен на такое крохоборство? Бедные работники Британской Королевской Почты скакать на взмыленных лошадях трое суток до Глазга или даже пять суток до отдаленных северных районов Шотландии, кормить по гостиницам клопов, питаться в дороге всяким фастфудом и все ради того, чтобы увидеть хитрую рожу адресата, а потом пять суток тащить обратно в Лондон полный чемодан непрочитанных писем. И все это за бесплатно. Королевская Почта несла страшные убытки. Хитровыдуманность скупых шотландцев раскусил английский джентльмен, изобретатель и реформатор Роуленд Хилл. Он совершил поездку по Шотландии, своими глазами понаблюдал за безуспешными попытками вручения писем и совершил открытие одной из величайших изобретений человечества. Он придумал почтовую марку. И я думаю, на веки вечные Роуленд Хилл стал врагом шотландского народа. Потому что с той поры повелось так. Если хочешь отправить письмо, то раскошеливайся на марке. Вот так в 1840 году и появился черный пенни с клеем на обратной стороне. Кстати, клей оказался чертовски вкусным, и народу он очень понравился. И потом идея прикоснуться языком к своей королеве была принята британцами на ура. Изобретение было настолько удачным, что уже спустя три года марки распространились по всей Западной Европе, а еще спустя 15 лет они дошли и до России. За свою деятельность Роуленд Хилл получил рыцарский титул, а похоронен был с почестями в Весьминстерском аббатстве. И его имя увековечено улицами, памятниками, музеями и, самое приятное, почтовыми марками. Все, о чем я вам только что рассказал, произошло благодаря шотландской смекалке, рожденной жадностью и скупостью. Еще одна история, еще один пример смекалки, основанной на западной, ну, скажем так, бережливости и экономности. Но сначала вопрос. Знаете ли вы, кто первый установил соотношение водорода и кислорода в молекуле воды? Ну, кто первый начертал знаменитую формулу H2O? Это был французский физик и химик Жозеф Луи Гей-Люсак. Очень интересный и многогранный человек, между прочим. Среди забавных фактов о нем мне больше всего нравятся три. Первый. Он дважды летал на воздушном шаре. По нашим временам это как полет в космос. Даже еще более героический поступок, потому как сейчас космонавтов в десятки раз больше, чем в начале 19 века воздухоплавателей. Второй забавный факт. Гей-Люсак имел обыкновение после удачных опытов впадать в состояние искренней веселости. И тогда он принимался плясать в своей лаборатории. А так как она располагалась в сыром подвале, то великий ученый плясал в калошах. И его ученики просто ухахатывались, глядя на эти околохимические танцы. И, наконец, третий интересный факт, имеющий отношение к объявленной смекалке. Причем смекалке комбинированной, научно-финансовой. Для проведения своих опытов Гей-Люсаку понадобились стеклянные трубки. Это сейчас не проблема. В любой лабораторной компании по 10 рублей за штуку. А в те далекие времена специальную химическую стеклянную посуду изготавливали только в Германии. Причем продукция немецких стеклодувов была очень дорогой. Ученый на последние деньги выписал себе партию трубок. И тут в ход мировой научной эволюции вмешались французские таможенники. Они обложили поставку настолько высокой пошлиной, что Гей-Люсак не смог его выкупить. Итак, товар арестован на таможне. Денег на растаможку нет, а работать надо. Наука зовет и очень хочется сплясать в резиновых калошах после очередного великого открытия. Как бы вы выкрутились из этой ситуации? Жозеф Гей-Люсак вместе со своим другом Александром Гумбольтом нашли шикарный выход. Они посоветовали германским отправителям запаять концы трубок и наклеить на них этикетки. Осторожно, немецкий воздух. На таможне ученый объяснил чиновникам, что это чистейший альпийский воздух для его экспериментов и опытов. Смысл этой хитрой уловки в том, что воздух таможенными налогами и сборами не облагается. Таких тарифов не было никогда, нет и не будет. А стеклянные трубки – это просто тара для перевозки. Таможенники почесали затылки и выдали посылки. Бесплатно. А теперь подборка забавных историй, которые можно назвать «забоугорная смекалка». Первое. Администрация аэропорта Хьюстона получила множество жалоб от пассажиров, которые слишком долго ожидали свой багаж. Аэропорт нанял больше грузчиков, но жалоб меньше не стало. Тогда путь пассажиров от рапа самолета до пункта выдачи багажа был увеличен в несколько раз. И время, которое люди раньше тратили на ожидание багажа, стало тратиться на долгую дорогу внутри аэропорта. Жалобы прекратились. Америка – страна небоскребов. В начале 20 века, когда только началось массовое строительство высоток, многие жители Нью-Йорка стали жаловаться на то, что лифт в небоскребах приходится ждать слишком долго. Тогда рядом с лифтами установили зеркала. И недовольным тут же нашлось занятие. Они стали разглядывать себя любимых или украдко рассматривать зеркали других людей. И жалобы прекратились. Когда появились первые супермаркеты и чья-то светлая голова изобрела для них тележки, то все равно нашлись привередливые покупатели, которые стали жаловаться на то, что им слишком долго приходится стоять в очереди в кассу. Тогда рядом с кассами стали устраивать лотки со всякой мелочевкой, жевательной резинкой, шоколадками, конфетами, батарейками, журналами и газетами. Жалобы прекратились. В американском Диснейленде в первые годы его работы многие посетители были недовольны тем, что приходится слишком долго стоять в очереди к различным аттракционам. Тогда хозяин парка Уолл Дисней распорядился повесить специальное табло, которое указывали примерное время ожидания. Но в чем была смекалка? В том, что на этом табло всегда показывалось значительно большее время, чем приходилось стоять в очереди. И гости парка были очень рады, что они прошли гораздо быстрее. И жалобы прекратились. Про добывание огня в экстремальных условиях без помощи спичек или зажигалок имеют представление все. Самый известный способ – это долго-долго тереть дощечки, а потом зажечь огонь от раскаленных ладоней. Очень неплохо загорается бумага от солнечных лучей, пропущенных через увеличительное стекло. Дело за малым. Надо только всюду таскать с собой увеличительное стекло и молить Бога, чтобы он послал солнечную погоду. Особенно в северных широтах. И особенно в полярную ночь. А еще можно помолиться древним богам и попросить их ударить молнией в красиво сложенные в дрова. Я сейчас задам вам загадку на выживание в очень необычных условиях. Необычность их заключается в том, что... Ну, вот предположим, вы находитесь не в тайге, не посреди океана на одиноком острове, а наоборот, среди цивилизации в каком-нибудь благоустроенном городе, посреди вашей уютной квартиры, у вас напрочь нет ни спичек, ни зажигалок, но вам очень нужно зажечь огонь. Не для курения, курению бой, а, скажем так, для какой-нибудь очень нужной практической цели. К примеру, поджечь огонь в газовой плите, чтобы приготовить обед или скипятить чайник. Если же у вас дома электроплита, тогда, значит, порадовать детей бенгальскими огнями. Нет, конечно, можно сходить в магазин или попросить спички у соседей, но в том-то и заключается тест на смекалку, чтобы добыть огонь в своей квартире, не выходя из нее. Пока вы думаете над решением этой задачки, я расскажу, как из этой ситуации выкрутился мой хороший друг Мишка. Если уж представлять его официально, то Михаил Юрьевич. Однажды, перед самым Новым годом, он оказался в одном большом городе, в одной очень душевной компании. Он был приглашен на новоселье, в новую высотку, на самый верхний этаж. Как и полагается в новостройках, с отключенным лифтом. Веселая компания шумно праздновала вселение в новую квартиру, поливала потолок и стены шампанским. Обстановка была волшебно предновогодней. И вдруг дамам захотелось еще больше волшебства. А именно, они пожелали, чтобы по всей квартире горели свечи. Ну, декоративные такие, красивые, все в блесках. И тут оказалось, что ни у кого нет ни спичек, ни зажигалок. Вы не поверите, но компания подобралась исключительно не курящая. Такое бывает. Редко, но бывает. И это, конечно, весьма похвально, если бы не одно. Дамам очень хотелось волшебства и сказочных свечей в полумраке. А когда красивая женщина под воздействием шампанского просит огня, то джентльмен просто обязан это желание исполнить. Тем более, если сам джентльмен изрядно подогрет вкусными напитками. Еще раз повторяю вводные данные этой задачки. Квартира в новостройке. Первое новоселье на весь подъезд. То есть соседей нет. Попросить огонька не у кого. На дворе глубокая ночь и все магазины закрыты. Искать в потемках среди новостроек круглосуточный лабаз – это дело неблагодарное и безнадежное. Можно, конечно, дождаться редкого ночного прохожего и устроить ему гоп-стоп, отнять у него спички. Но наши джентльмены на это пойти не могли. Да и потом, я же уже рассказывал про неработающий лифт. Кому охота спускаться с 15 этажа, а потом снова на него подниматься пешком. Причем по темной неосвещенной лестнице новостройки. Также можно было бы поджечь бумагу от разогретой до красна конфорки электроплиты. Но проблема была в том, что она еще не была подключена к сети. Из-за разности моделей электророзетки и электровилки. Разбирать вилку и ковыряться в проводах для этого не было инструментов. А дамы продолжали требовать продолжения банкета. И даже начали скандировать. Огня, огня, огня. И где тут добытчиком раздобыть огонь? Выход нашел Мишка. В любой квартире есть микроволновка. Кстати, у вас есть свои версии, как извлечь огонь из микроволновки? Я, конечно, могу немного подождать и дождаться верного звонка в студию. Но боюсь, что до этого момента выйдет все мое эфирное время. Поэтому выложу правильный ответ. Михаил Юрьевич достал из кармана жвачку. Излег оттуда фольгу. Скрутил из фольги шарик. Замотал его в салфетку. И этот бумажный колобок запихнул на блюдечке микроволновку. Включил ее. Через несколько секунд по фольге побежали искры, которые и подожгли салфетку. Красивые праздничные свечи загорелись волшебным огнем в новогоднем полумраке. Дамы завизжали от восторга, а джентмены удивились и восхитились смекалкой своего друга. В потолок полетели пробки шампанского. Вот только новосельный кот забился под ванну. Официально вас предупреждаю. Не повторяйте этот трюк. Это может быть опасно для вашего здоровья и имущества. А то потом скажете, что во всем виноват Вектор. Я бы мог завершить на этом месте свою очередную историю, но вдруг вспомнил один очень полезный совет. Вот его можете смело применять. Это очень простой и очень быстрый рецепт приготовления кукурузы. Если вы любите этот продукт, то знаете, что его надо очень долго варить, при этом тратить много времени и энергии. Есть более быстрый способ, про который мало кто знает. Берете початок кукурузы и прямо с его зеленой оплеткой, вот прямо с листьями, кладете в микроволновку. Врубаете ее на полную мощность и через 5-7 минут ваша кукуруза готова. Признаюсь, я вот хотя сам ее не очень люблю, но и то не могу оторваться. Настолько она вкусна и сочна. Рекомендую. Как вы, наверное, уже убедились на приведенных примерах смекалки, запад есть запад, а восток есть восток. Два полярных мира. У них сообразительность и догадливость основаны на жадности, скупости и жажде наживы. А вот наша хитрая сметка – это плод широты души, нестандартности мышления и желания помочь людям. Особенно, если эти люди – прекрасные дамы. Это была программа «Невредные заметки» – тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова